Друзья мои, я всех вас приветствую в 2020 году. Так уж получилось, что с некоторыми из вас уже неоднократно я виделся в этом году, общался. Это люди, которые приходят на стримы. Но у нас два лагеря. То есть я прекрасно понимаю, что формат стримов может не подходить одним людям, а формат видео другим людям или наоборот. То есть есть те, кто к одному расположен, есть те, кто к другому расположен. В связи с этим у нас вот в четверг был стрим, на котором было зафиксировано максимальное количество зрителей вообще за все время стримов. То есть было аж 146 человек в пике на стриме. Я знаю, что это не потому, что я такой пиздатый, что все такие пришли на меня посмотреть. Я понимаю, что люди давно, хотя те, кому нравится канал, и вот они в каком-то смысле себя пересилили и пришли на стрим. Это было понятно из чата, кто говорил, что смотрел все видео, но никогда не был на стриме, ну и так далее. Знаете, на этот счет я могу сказать следующее. Если в конце года я там в каком-то плане переживал, что я, например, думал, блин, вот у нас два пласта таких людей. То есть есть плац, кто смотрит стримы, есть те, кто смотрит видео. Какой контент мне давать в новом году? То есть был последний персонаж, год я закрывал и все думал, блин, что же делать-то. Но тут у нас выходит очередной патч от фатшарков. И знаете, у меня как камень с плеч и я понимаю прекрасно, что, ё-моё, с этим работодателем я никогда не останусь без работы. Кто хочет понять, о чем идет речь, может посмотреть стрим или ждите новые гайды по персонажам, потому что там мы все это будем проговаривать. Поэтому, ребят, как вы можете уже увидеть здесь, даже вот сейчас, качество видео у нас уже в новом году будет совершенно отличаться от 2019 года. То есть над этим я работаю постоянно. Сейчас мы техническую базу обновили. На следующей неделе я отменяю во вторник стрим. И это будет день, когда выйдет первый гайд на первого персонажа. Это будет у нас грубер-наемник. В пятницу будет второй гайд. Сразу в неделю выпущу два гайда. То есть это будет Вич Хантер, потому что Виктор у нас остался самым неприспособленным из всех старых билдов. Впоследствии мы перейдем обратно к формату 1 гайд неделя плюс обучающее видео, если в нем будет целесообразность. Если целесообразность не будет, то будет либо какой-нибудь может быть геймплей записан, либо еще что-то. Но поскольку у нас январь такой получился, 2020 год у нас реально оставил людей без контента, вот на следующей неделе мы выпустим сразу два гайдика с вами. Для тех людей, кто приходит на стримы, вы гораздо больше знаете по тому, что сейчас происходит, но на всякий случай. В 2019 году я обновил основную техническую базу, которая нам позволяет сейчас снимать вот такие как бы будут, позволит снимать красивые видосики там в хорошем качестве. Но стримы, к сожалению, до сих пор оставляют желать лучшего в качестве трансляции. А так вот, ребята, значит этим вопросом я тоже занимаюсь и уже заказал я второй компьютер, который будет заниматься кодингом. То есть я добьюсь самых лучших, самого лучшего изображения, которое только возможно при текущих технологиях. Все это благодаря происходит в принципе вам, то есть вашей поддержке непосредственной и тому, что меня подталкивает дальше развиваться в этом направлении. Но тут я хочу оговориться. У нас пришло очень много новичков, и знаете, у меня состоялся один, точнее не один разговор, а несколько, в которых люди не совсем понимают, кто я, чем и чем я тут занимаюсь. У меня есть, ребята, основная работа. И основная работа и называется работой. Так вот, все, что делается здесь, делается вместе с вами. Это фан и хобби, которым я увлекаюсь. Соответственно, я хочу в первую очередь, да, это будет лицемерно звучать, но здесь я в первую очередь получаю сам удовольствие, а потом я плачу людям, которые меня поддерживают, той же монеты, которые платят они мне. То есть если они как бы предоставляют мне поддержку, то я им вот стараюсь выложить свою душу тоже как бы наружу и сделать что-то лучше, что-то больше, что-то лучше. То есть если же кто-то негативом ко мне прет, то он получает также врыло. Я уже это объяснял. И вот я вам процитирую, что я хочу сказать. То есть у меня пошло в личке такие, знаете, сообщения такого задержания. Ты как стример должен... Ребята, две фундаментальных ошибки в этом обращении ко мне. Во-первых, они меня вызывают сразу на агрессию. Я пытаюсь сначала сдерживаться, но потом как бы все равно вы получите свое в ответ. Потому что, первое, я не стример. Прочтите, пожалуйста, описание канала и там все указано, что я ни к стримерам, ни к блогерам не отношусь. И еще раз вот прояснил, что для меня это хобби, которым я занимаюсь. Я хочу получать удовольствие и чтобы вы получали такое же удовольствие. Не более того, это не моя основная работа. Стримеры и блогеры — это работа. Ребята, вы себе не представляете, я сейчас в начале года, у меня очень много сейчас из-за того, что вот я пытаюсь развиваться в этом направлении, есть общение с различными стримерами. Там просто, вот знаете, как вот большой депрессняк, у кого-то творческий кризис, еще что-то. Просто вот люди, они сидят и сейчас как бы в полной депрессии. Потому что у них наступили какие-то черные полоса, у кого-то еще что-то. А по факту это их основная работа, это их основной хлеб. И они не получают уже удовольствия, они уже не знают, как извернуться, понимаете, чтобы на этом зарабатывать. Вот это большая разница между людьми, вот мной, например, и стримерами. Я спокойно могу пойти и работать своей основной работой, которая, собственно, будет меня кормить. Тут тоже никогда не зарекайтесь, но всякое может произойти в жизни. Может быть, это будет в какой-то момент там основным приносить там доход и чтоб тебе на хлеб хватало. Но это не о том сейчас речь. Вот это что такое стримеры, ребят. Стримеры, которые живут этим, и для них любые колебания здесь, это прям вот пиздец. И вот они прям вот реально могут на такие вещи реагировать. Для меня же это как, знаете, это как вот вызываете у меня агрессию, когда вы мне пишете, что я стример, и я вам что-то должен. Я ничего никому не должен. Вот говорю, понимаете, люди, которые тебя поддерживают, вот они тебе почему-то никогда не скажут, что ты, блядь, должен нахуй. А вот человек, который, в принципе, там что-то где-то смотрит, вот, сука, ты всем сразу им должен. Ну, ребят, в общем, просто это для новичков скорее, потому что старички, которые бы не поняли вот этого, они уже давно сидят в бане, их давно среди нас нету. Все же остальные, как бы, в принципе, разделяют мою точку зрения, что мне импонирует, как вообще человеку, потому что у нас собралось, я уже говорил неоднократно, охуительнейшая комьюнити, которая, вот оно, оно общается и в Дискорде, оно общается в комментариях, оно общается на стриме в чате и уже даже вне, понимаете, моего участия. Раньше я думал, что все это будет только происходить, когда я нахожусь в центре и вокруг меня вот это происходит общение. Я ушел, знаете, все так рассосалось, знаете, вот так оп и так в разные стороны. Нет, сейчас, ребят, комьюнити уже живет достаточно самостоятельно, без моего участия и это очень классно, потому что оно живет, развивается общение, это развитие, это взаимоотношения, это связи, это очень хорошо. Поэтому, ребят, просто на всякий случай, вот еще раз напоминаю, что мы здесь все ради того, чтобы получать удовольствие. Если удовольствия не будет, это вторая работа, а нахуй, но нам надо, правильно? Мы сюда не работать приходим, а отдыхать. Вот. Так что, ребята, я, в общем, вам все сказал. Еще раз выражаю свою огромную благодарность всем людям, кто поддерживает канал. Кому, вот знаете, как это было приятно, когда люди пришли все-таки на стрим. Вот этот вот четверг, он для меня стал, конечно, шоком. Во-первых, это онлайн такой огромный, то есть у нас был онлайн до 100 человек, но 146 человек, ребят, 146 человек, ну, это эмоционально очень круто. Вот. И я понимаю, что эти люди действительно, они не то, ну, они ждут видосы, они любят видосы, я понимаю, что им стрим не подходит. Но они пришли, они пришли, и это было классно. Поэтому вам всем я выражаю свое очередное огромное спасибо. Вот по традиции у нас будет очередное взрывное спасибо вот в таком виде. Сейчас мы запустим с вами такие вот бенгальские огни. Ребят, я эту надпись очень долго делал. Очень долго делал. Поэтому это вам вот. Это мои старания. И надеюсь, все понравится. Все будет хорошо. Видосики у нас будут, стримы у нас будут. Все будем делать по красоте. Знаете как? Делай хорошо, и все будет хорошо. Все, ребят, всем еще раз огромное спасибо, кто приходит, кто поддерживает, кто смотрит, кто ждет видосы. Не просто подписал, знаете, ну, по-любому есть мертвые души уже, которые когда-то подписались и просто не отписались там, образно говоря. Но есть те люди, которые продолжают ждать видосы, которые продолжают поддерживать. Всех люблю, всех обнимаю. Все, ребята, всем еще раз спасибо и до встречи в играх. Субтитры сделал DimaTorzok